Будда в городе подкаст Дхарма военного времени Ну что, рад сидеться видеть Ну и давай я сразу пойдем в разговор По ходу дела там про разное, может быть, поговорим Я обычно в этих подкастах, у меня такая уже как сформировалась такая процедура начальная Я представляю наши отношения с собеседником Потому что я разговариваю в основном с близкими, ну с какими-то знакомыми, с друзьями А потом предлагаю человеку уже представиться самостоятельно, как хотелось бы сейчас представиться Наши с тобой отношения, ну несколько лет уже Мы познакомились на почве нашего, ну как сказать, профессионального интереса к практике осознанности Мои коллеги в этом смысле, в этом плане Сначала мы онлайн общались, в группах разных Потом я был проездом в Латвии, в Риге Ты меня там очень, вы меня принимали там очень хорошо Спасибо большое, я до сих пор помню наши встречи Вот, чай пили Ну то есть у нас есть какая-то история отношений И почему я хочу с тобой поговорить в этом подкасте, именно в этом подкасте Он называется «Тхарма военного времени» Соответственно я начал вести с начала войны И в начале, понятно причина, в основном разговаривал с украинцами Просто чтобы как услышать их голоса, чтобы они так проявились как-то Ну и продолжая до сих пор, хотя сейчас я гораздо реже У меня просто со временем не очень часто стало складываться Поэтому реже эти встречи происходят Но тем не менее я продолжаю с украинцами встречаться и разговаривать И вне зависимости от их там профессии и вообще как чего угодно Просто вот что их коснулась война, понятно, как больше всего Но тем не менее я расширил поле этих разговоров Потому что мы люди, так или иначе, выходцы из Советского Союза Мы связаны друг с другом, хотим мы того или нет И нас касается эта война всех, так или иначе, где бы мы ни находились И поэтому я с тобой хочу поговорить как с человеком просто Которого коснулся это как человека Как человек, у которого есть своя история, связанная с той страной, которая уже не существует Но какие-то отношения между людьми остаются И с тобой, как вот еще чего я не сказал Кроме того, что ты преподаватель практики осознанности Ты еще и священник, ты представитель определенного такого уже устоявшегося движения духовного, религиозного Вот, и это тоже определенная позиция И вот мне хотелось бы это как все развернуть, насколько у нас получится в диалоге Вот, и спасибо, что ты согласился поговорить Тогда ты представь все же, как ты хотел сейчас Вот, кто ты, как ты видишь себя, чувствуешь Ну, меня обычно называют просто брат Павел Зовут меня Павел, как можно догадаться, Павел Лешкан Я являюсь, да, действительно лютеранским священником В Латвии русскоязычным священником Преподавателем созерцания и практика осознанности Немножко чуть-чуть коучим, самую капельку Таким не инстаграмным, а немножко таким классическим, так скажем И также мы сейчас занимаемся активно очень такой темой, как межрелигиозный диалог И, соответственно, я редактор сайта, посвященного межрелигиозному диалогу Который так и называется диалоги.онлайн Вот, очень просто диалоги.онлайн Там мы публикуем различные материалы, которые помогают лучше понять спектр религиозной жизни И как развивается религиозная жизнь, в том числе на Западе, в Америке, в Европе, в других странах Какие-то, может быть, современные прогрессивные течения внутри ислама, буддизма, христианства, иудаизма Которые тоже могут быть недостаточно известны русскоязычному человеку Мы тоже стараемся немножко о них рассказывать Освящать деятельность этих движений, этих отдельных деятелей или каких-то проектов Ну вот, так что, священник христианский, преподаватель созерцания христианской традиции в основном Преподаватель осознанности светской традиции, межрелигиозный диалог Ну вот, и все, что с этим связано Спасибо Ну вот, так как контекст все-таки у нас есть Вот эта война и это время трагическое, с которым мы столкнулись Вот, в котором мы живем, проживаем И каждый из нас его проживает сильно и как просто, как человек Вот, ну, как живое существо, как человека Человек, связанный с этой, со всей этой культурой, с этим пространством большим Где происходит война, как человек, живущий на планете И еще вот, ну вот, ты конкретно, как представитель сегодня религиозного движения И как вообще вот ты сейчас смотришь на ситуацию, как ты ее проживаешь? Может, чуть-чуть начать с этого? Если честно, тяжело Тяжело И это не становится легче Оно становится другим, но не становится легче Это проживание, оно постоянно меняется Это было одно проживание в первые дни Когда я утром 24-го числа проснулся необычно рано Я проснулся, не знаю, в полшестого утра, наверное, или в шесть утра И у меня рука потянулась за телефоном, чтобы посмотреть какие-то новости Ну, на самом деле у меня были некоторые опасения вечером, когда включились российские средства радиоэлектронной блокады Я понимал, что что-то обостряется И вот утром меня что-то подбросило из кровати Я включил свой телефон, открыл телеграм и увидел, что началась полноценная, полномасштабная война Вторжение И первые 2-3 дня я просто ходил с ума Я не знал, что делать Залипал на телеграммах Компульсивно просто обновлял ленту Так, вы знаете, что снова, снова и снова и снова Чтобы хоть что-то понять И для меня это было настолько Эта война, это было тем, что надо называть таким гиперобъектом То есть гиперобъект, который настолько не вмещался вообще в мои представления о мире Которые у меня сложились Что это было очень тяжело даже осознать Потом ситуация немного изменилась То есть проживание изменилось Я понял, что нужно что-то делать Ну, маленькое может быть, но что-то делать То есть нельзя сидеть и сходить с ума просто Нельзя сидеть и рефлексировать Нельзя сидеть, вот индульгировать нельзя Вот есть такой термин, да И тогда мы нашли волонтеров, друзей, коллег в Украине Потому что во время войны очень сильно и хорошо себя проявили церковные структуры Но они уже были такой сетью, да, сетевая структура И вот во время войны эта сетевая структура Она заработала для спасения жизни людей Не только в богословском смысле, а в физическом смысле Баптисты, пятидесятники, протестанты, лютеране Ну, самые разные Ну, православные тоже участвовали Просто у меня с ними было И католики участвовали Просто было меньше каких-то контактов дружеских Я, конечно же, обращался к лютеранам, пятидесятникам, баптистам Мы нашли волонтеров, которые вывозили людей из Рпеня, из Бучи Рискуя своей жизнью И один молодой человек погиб Из тех, с кем мы сотрудничали Он попал под минометный обстрел Его автобус попал, и он погиб Ну, все остальные, к счастью, живы Людей вывозили в Львов От Львова точно так же волонтеры везли на границу Находили через чаты, где меньшее количество людей Вы знаете, что вначале были огромные толпы на границах Там невозможно было пройти Но были некоторые пункты, такие сельские Где-то вот в чистом поле Где можно было пройти более-менее быстро И вот волонтеры, христиане находили такие пункты Везли на своих машинах людей до границы Помогали им перейти А здесь уже мы их встречали Мы посылали микроавтобусы, оплачивали микроавтобусы Чтобы они приезжали, забирали людей, вывозили в Латвию Ну, это вот то, чем мы занимались несколько месяцев первых войны Просто помогали людям переехать Ты вот как был в Риге, да? Ты так все время в Риге проводил? У меня телефон разряжался 4-5 раз в день, наверное Я просто посмотрел, потом у меня батарея убита была после этого То есть, значит, тут емкость батареи резко сократилась Что я все время перезаряжал У меня постоянно было на телефоне Все время были звонки Ты координировал это К счастью, латвийские сотовые операторы Предложили бесплатные звонки в Украину И поэтому это было не слишком накладно Но мы это все координировали Так как мы были не слишком большие Мы сосредоточились на двух вещах Это мы вывозили тех людей, с кем у нас были какие-то контакты Или нам рекомендовали волонтеры Второе, мы вывозили людей с болезнями То есть, те, кому вот в этой ситуации тяжелее всего Мы помогли выехать одной семье Где один член семьи был на химиотерапии А у другого было обострение аутоиммунного заболевания Просто прекрасно это помню, эту ситуацию Когда мы искали преднизолон ночью во Львове Когда мы потом уговаривали врачей в Польше выписать химию По украинскому рецепту Когда мы искали потом в Германии клинику Которая взялась бы продолжить лечение онкологическое Возили людей с психическими заболеваниями Возили людей с разными другими проблемами Которые делали, ну, для них практически не Ну, не то, что невозможной, но очень сложной Эвакуацию самостоятельно Понимаешь, когда человек на химии, он ослаблен Когда уезжает семья, где ребенок пытается Буквально по дороге в туалете покончить Жизнь с самоубийством Потому что у него обострение вот этого депрессивного Состояния с суицидальными синдромами И нужно, чтобы просто психотерапевт Твой знакомый психотерапевт Из подвала бомбоубежища по телефону Вот время стабилизировал ее всю дорогу До самой границы, до самого места И вот это вот мы все организовывали Пытались как-то вывозить И это, конечно, потратило огромное количество усилий Но в то же время это помогало не сойти с ума Потому что ты понимал, что Ты можешь хотя бы немножко, но чуть-чуть Уменьшить то зло Которое Та страна, которая для тебя является Не чужой, тоже приносит Другой стране, которая для тебя тоже является родной Потому что я в последние годы был очень тесно связан с Украиной У меня были проекты в Украине Мы проводили ретриты в Карпатах постоянно Мы сотрудничали с местными религиозными организациями И не только с общественными организациями То есть, ну, по сути дела, последние годы Я в России мы бывал Значительно реже, чем в Украине И поэтому Можешь учиться Да, коснуться чуть-чуть Чтобы это было понятно Людям, но я знаю там твою историю Ты мне ее рассказывал Вот твоя личная история Ну, жизнь вообще Кто ты как-то Вот что ты живешь сейчас В Латвии Но какая у тебя история вообще? Я родился в Сибири Мои предки латыши Которые были Выехали по Столыпинской реформе За землей волей В свое время В Сибирь В 1904 году, если не ошибаюсь И в 91 году я еще задумался о возвращении домой Когда началась вот эта вся перестройка закончилась И распал Советский Союз Но физическая возможность сложилась Удалась только уже в 2004 Когда мы переехали в Латвию Поэтому, конечно же, Сибирь Ну, Россия в целом Но Сибирь в особенности Это моя родная земля Это то, где я родился Где я вырос И В 2004 года мы живем в Латвии И Сохраняем, конечно же, контакты У меня есть чатики с одноклассниками Моими одноклассниками С которыми я учился в школе Мы до сих пор поддерживаем отношения Хотя большинство, наверное, сейчас уже за границей Особенно после 24 февраля Но и до этого тоже Очень многие люди уезжали Уезжали в Германию В Польшу В Америку Куда угодно Ну, такое вот мое поколение Перестройки Некоторые Начали уезжать после 24 Активно В Грузию В Армению В Турцию В Казахстан Куда угодно Сейчас очень много людей Приезжает в Казахстан Там какие-то уже Сотни тысяч русских В других странах Это тоже такой Своего рода русский исход Потому что люди уезжают Потому что они не хотят Больше жить В этой душной атмосфере А Украина тоже Потому что Последние годы Мы все проекты делали Практически там Что-то очень динамичная Страна Которая открыта Ко всему новому И там действительно Очень комфортно И хорошо Работать И взаимодействовать И то, что мы предлагаем Созерцание Медитация Оно там больше востребовано Мне так кажется По крайней мере Ну, по крайней мере В моем случае Это больше востребовано И там есть возможность Принести больше пользы людям Как ты попал Как ты стал священником, собственно Вот как тебя Судьба привела к этому К этому выбору жизненному Да, ты знаешь Странным образом Я в школе Когда учился Очень любил журнал Наука-религия Да, я тоже Мне нравился Этот журнал Еще мне нравились Книжки Некоторые Из этой серии Например, там был Такой Еремей Парнов Боги Лотоса Боги Лотоса Это же да Да-да-да-да Замечательная книжка Я пять раз Я ее брал в библиотеке Я ее брал в библиотеке Процесс информация Процесс информации Так что это было первое Наверное, что я когда-то попробовал То есть свое такое Исчезновение Соединение с Играми Вселенной Через физический распад Потом я прочитал книжку Житие про Топопа Авваку Моим же самим написанное Что тоже необычное Потому что обычно Эту книгу никто не брал В школьной библиотеке Кроме меня, наверное Вот И Меня это тоже заинтересовало Вот христианское Такое вот направление Традиция И потом была Замечательная книга Называется Настольная книга Атеиста Там было просто Много фактической информации Обо всех религиозных системах Которые существовали Вот И соответственно Интерес к религии Он у меня был такой Со школьных времен Так скажем В старших классах Я был в лагерях Комсомольского актива Были такие лагеря Комсомольского актива В те времена еще И я был в отряде прессы И познакомился С молодыми ребятами Комсомольскими активистами Которые меня однажды Пригласили к себе в гости Как раз-то были каникулы Ну в школе что-то проходило Какие-то знаешь Вот время каникул Какие-то занятия Там кружки Или что-то еще И я приехал И встретил Странного молодого человека В коридоре Он просто бежал С каким-то книжкой Подмышкой Такой взъерошенной Немножко лохматый Такой был странный Я говорю А кто такой? А это ведь Слава Баптист И мне в слово Баптиста К слову Ну заинтересовало Очень сильно Я говорю Слушай, а познакомь меня Вот с этим Славой Баптистом Он какой-то интересный человек Наверное Ну я никогда не слышал Такого слова Баптиста Что-то такое И он меня познакомил Слава мне начал Присылать книжки Из библиотечки Церковной Ну прошерки Такие небольшие И я их читал Отправлял их обратно А жил я тогда Не в городе Томске А жил на севере Там 250 километров К северу Северный район такой Ну вот Место куда Обычно ссылали Ну мы Сами добровольно Мы туда приехали Мы были странные люди То есть мы приехали туда Куда людей ссылают По разным причинам Ну просто Потому что это был Хороший климат Для меня И нормальная зарплата Северный коэффициент Вот это вот Северный родителей И вот Прочитав какую-то Очередную книгу Я начал уже Серьезно интересоваться Христианством И потом мне попалась Уроки книга Билли Грэма Мир с Богом Такой есть Американский Баптистский Известный проповедник И Соответственно Я ее прочитал Встал на колени И стал христианином Ну то есть Отдал свое сердце Иисусу Как личному спасителю Есть такая формула Такая формула Прибежище Пользуясь такими Хармическими терминами Вот Которую мы Произносим Обычно В протестантском Мире Принятое произносить Ну а потом уже Когда я поступил В университет Начал искать Где какая-то община Есть Вот собственно Что такое христианство Но так получилось Что в самом начале Мне как-то с баптистами Не сложилось Они были где-то далеко Не очень удобно Туда было ездить А в центре города Открылась католическая церковь Я просто однажды Вот шел как раз к баптистам Нашел я наконец-то их Думаю пойду-ка я к баптистам Ну вот я живу ниже Вроде как бы Книжки-то брал И по дороге Думаю дай-ка я зайду Вот тут костел по дороге Прям находится Вот тут рядышком Дай зайду Ну что же стоит У меня еще время есть До собрания там полчаса Я зайду Ничего страшного Успею Я зашел Меня встречает Молодой юноша И говорит Пойдем пить чай И зато как-то вот такая Вот неформальность И простота Меня подкупила Говорю давай Пойдем пить чай Мы пили чай до вечера Разговаривали Он отвечал на какие-то вопросы Это был просто прихожанин Какой-то активист Вечером мы остались На На Такое библейское занятие После которого была молитва И вот тут я пережил Такой очень интересный Для меня духовный опыт Мистический Который заставил меня Остаться в этой церкви На долгие-долгие годы И фактически До До конца 90-х годов Я Принадлежал католической церкви Вот И только уже в 1996 году Там Мне естественно Как у любого Живого человека Накапливались вопросы Которые Я Возможно Не находил ответы Для себя Вот именно В рамках этой Картины мира Вопросы накапливались Я развивался Я читал какие-то книги И Я понял Что вот Мое мировоззрение Оно Где-то вот Посередине Вот есть баптисты Окей Хорошие ребята Но Для меня Немножко Слишком Радикальные В некоторых вопросах Есть католики Которые В других вопросах Слишком радикальные Для меня А мне нравится Срединный путь Вот И вот этот Срединный путь Он собственно говоря Представлен В христианском мире По моему мнению Опять же Двумя направлениями Это англиканство И лютеранство Ну англиканства В России Как такового До факта нету Ну по крайней мере За пределами города Москвы А вот лютеранская церковь была И Мы познакомились С лютеранами И в 96 году Я присоединился К евангелической Лютеранской церкви Ну а Что касается священника Тоже было потом постепенно Как-то оно рождалось Довольно таки поздно На самом деле В конечном итоге У меня было несколько Попыток начать такой путь Но они не были особо Ни к чему не приводили Потому что было еще не время По всей видимости Я там в молодости Там учился Богословию Но как-то вот оно не сложилось Потом снова как-то пытался Снова не сложилось Вот только Уже В 2014 году Меня рукоположили Священники Уже Уже в Латвии Уже во взрослом возрасте Так скажем Да Уже во взрослом возрасте И вот только После этого Я начал Такой уже непосредственно Путь Когда понял Что-то внутри созрело Вот что это созрело Мне это интересно Значит что Когда ты перешел Из такого вот Искателя Фактически К К тому Чтобы быть этим Проводником Этого Этого учения Что там Внутри Какое-то качественное Изменение Привешно Возможно Возраст Определенный Определенный возраст Второе Это Некоторое количество Набитых шишек И понимание Того Что Куда бы ты ни Пошел Ты везде берешь С собой себя К сожалению Или к счастью Это И Наверное Конечно же Очень сильно Повлияло то Что к тому времени Я уже несколько лет Много лет Практиковал Христианскую медитацию В традиции Джона Мэйна И Вот Этот процесс Внутреннего Изменения Который Неизбежно Сопровождает Любые созерцательные Практики Ну это же Там происходят Изменения Не только Вот На таком Метафизическом Уровне Но они там И на психологическом И там даже На нейробиологическом Уровне Определенные Изменения Происходят Что собственно Существует Большое количество Исследований На эту тему Мы их все знаем Многие читали Наверное Ну вот Какие-то Видимо Вот эти Изменения Они и Сложили Вот Тот Такой Эмерджентный Объект Который Называется В христианской Традиции Призванием В нем Сложно Выделить Какие-то Отдельные Элементы Что такая Эмерджентная Штука Это твоя История Твоя Цепочка Причинно-следственных Связей Которые ты Когда-то Делал И они По каким-то Образам Потом себя Проявляют И продолжают Жить Это Твои Встречи Это Твои Молитвы Твои Размышления Твое Созерцание Твои Книги Все вместе Оно как-то Рождает Понимание Что да Теперь надо Делиться А когда Ты пытаешься Делиться Оно как-то Потом Не получается А когда Ты вот Созрел И понял Что да Ты не можешь Не делиться Надо делиться Ну вот Наверное Время Такое Пришло Вот если Сейчас Вернуть Нас Вот к этой Теме Войны И Вот Как ты Может быть Видишь Чувствуешь Что ты Еще Вначале Сказал Что Ну как бы За это Время Уже Действительно Пять месяцев Практически Прошло Почти И Я сам Чувствую Как Я Меняюсь И люди С которыми Я общаюсь Меняются За это Время Что-то Есть Общее У всех Что-то У кого-то Очень по-разному И Вот если Мы Соединим Эти две Темы Вот есть Война Как Событие Которые Мы Проживаем Период Жизни И Есть Ты Как Священник Вот Что Это За Жизнь Священника В Военное Время Так Можно Назвать Сказать Это Об этом Как Ты Там Себя Опять Находишь Но Ты Сказал Об этой Части Когда Помогали Беженцам Что-то Еще Может Быть Как Ты Проживаешь Продолжаем Помогать Только Сейчас Мы Помогаем Не Выезжать А Проезжать То Сейчас Идет Через Страны Балтии Европа Вторая Волна Это Мариупольцы Это Те Люди Которые Выходят Сейчас Из Фильтрационных Лагерей Которые Были Перемещены В Россию И Пытаются Уехать В Европу Их Много И Они На самом деле Наиболее Травмированные Они Наиболее У них Нет Имущества У них Нет Ничего У них Часто Нет Денег Просто Чтобы Ехать Их Просто Кто-то Везет Кто-то Покупает Билеты Есть Такая Сеть Рубикус Неформальная Волонтерская В России Которая Помогает Людям Выехать Еще Есть Организация Одна Юнг Янг Фолкс Молодежная В Риге Тоже Обычная Молодежная Организация Делали Какие-то Семинарчики Для Подростков Летние Лагеря Еще Что-то Потом Вдруг Пришли Беженцы Взрослые Люди Молодежь Они Поняли Что Они Должны Просто Никто Не Занимался Ими Потому Что Все Забыли Ну Когда Пошла Первая Волна Все Об этом Думали А Сейчас Как бы Вроде Бы Людей Слишком Много В Латвии Беженцев Уже Некоторая Усталость Есть И тут Приезжает Новая Волна Людей Которые Приехали К шапочному Разбору Что Называется Уже И поддержки Нет Как таковой И общество Устало И кто-то Должен Ими Заниматься И они Решили Этим Заняться Вот Они Занимаются В Риге А мы Помогаем В Травомонде Германия Либо В Польше Ну Кто Куда Едет Кто-то Остается Вот Мы Продолжаем Помогать И Помогаем Физически Помогаем Конечно же И духовно У нас Были Такие Вот Мы Делали Чаепитие Для Беженцев Где Чайные Мастера Риги Просто Предлагали Вот Такое Пространство Тишины Покоя Чая Церемонии Чайной Приходили Люди В основном Конечно Это были люди Которые Уже когда-то Раньше Сталкивались Чайной Культурой И вот Хотели Найти Вот Какое-то Пространство Одиномышленников У нас Вообще Много Таких Проектов Сейчас В Латвии Есть Например Прекрасный Проект Common Ground Когда Просто Какие-то Люди Из Арт Среды Создали Дом Культуры Для Беженцев Просто Взяли Старое Здание В порту Отреставрировали Его И Сейчас Там Проходят Мастер Классы Концерты Тренировки Спортсменов Там Все Что угодно Самые Разные Активности Мединации Именно Для Беженцев Да Это Для Украинцев Специально Для Украинцев Такой Центр Украинско Латышский Так Скажем Латыши Предлагают Украинцам Что-то Или Они Сами Организуют У них Много Талантливых Людей Приехало Огромное Количество Украинцев Талантов Певцов Музыкантов Кого-то Еще Они Делают Концерты То есть Такое Пространство Где Люди Могут Объединиться Где Могут Поддержать Друг Друга Где Могут Найти Ну Просто Единомышленников Ну Это Же Тоже Очень Важное Общение Когда Человек Приезжает Он Теряет Свои Прежние Социальные Связи То есть Они Разрушены Его Соседи Его Друзья Они В разных Строить Новые Социальные Связи Чтобы Найти Себя В этом Новом Мире Что Понятно Что Ну Сегодня Уже Понятно Что Эта История Достаточно Долгосрочная Она Не Закончится Через Один Месяц Или Две Недели И Людям Нужно Менять Свою Стратегию Потому Сначала Когда Люди Приезжали Они Думали Ну Вот Там Несколько Дней Несколько Недель Может Быть Месяц Два И Мы Вернемся Обратно Ну Для Некоторых Да Так Случилось Как Киевляне Которые Сейчас Активно Возвращаются Обратно Но Для Например Жителей Мариуполя Висичанская Некоторые Других Городов Это Конечно Такая Длительная История Потому Что Возвращаться Некуда Дома Разрушены Город Захваченный Возвращаться Сейчас Некуда Просто Поэтому Нужно Помогать И Мы Продолжаем Помогать Физически Морально И Духовно Регулярно Молимся В церкви За украинцев И Вообще Все церкви У нас Помогают Очень Активно Я думаю Даже Все Религиозные Организации Так Скажем Что Я знаю Что Синагога Помогает Не знаю Как С буддистами Просто У нас Довольно Такие Маленькие Центры Буддистские Я Просто Не в курсе Как Там Происходит Как Друзей С радушными Радушно Раскрывают Свои Объятия В принципе Латвия Очень Много Делает У нас И Государство Очень Сильно Помогает И Люди Волонтеры То есть Ведь Возили На автобусах Не мы Одни Было Просто Огромное Количество Людей Которые Ездили Туда Сюда Мотались На своих Собственных Машинах Границы И Сейчас Помогают Размещают И Предоставляют Своё Жильё И Свои Дома И Всё Что Угодно Например У нас Недавно Был Юбилей Такой Есть Ренни Спозник Латышский Автогонщик Он Организовал Волонтерскую Группу Которая Собирала Джипы Для Армии И Они Отправили 400 Джипов Маленькая Латвия Вот такая Небольшая И 400 Внедорожников Отправили В Украину Вот Недавно У них Был Юбилей Сейчас Уже По-моему 425 На сегодняшний День Чай Упомянул Ты же Еще Не только Преподаватель Практики Осознений Только Священник На еще И увлекаешься От чайной Культуры И как раз Я помню Когда Проездом Был В Латвии Ты меня Пригласил У вас Был Там Фестиваль И ты Там Даже Победил Выиграл Там Какой-то По-моему Чемпион Латвия Был Чемпион Латвии По чайному Мастерству Ну Экс-чемпион Конечно Там уже были Другие Потом Фестивали Мы должны Были Потом Поехать В Китай На Мировой Чемпионат Но Со спонсорами Не сложилось Поэтому По-другому Все вышло Да Так что У нас Ну Я тоже Просто Увлекаюсь Люблю Чай Китайский Это Все Чайная Культура Ну Сейчас Я пью С тобой Кофе Так что Это не чай Это кофе У меня Вот тоже Водичка Просто С лимоном Слушай Ну вот Еще Такая тема Конечно Трудная Наверное Тема Ну вот Ты говорил Про то Что Как многие Церкви Как раз Помогают Украинцам И Мы знаем Например Как ведет Себя Российская Официальная Православная Церковь Что Поддерживает Фабридическую Войну Будучи Аффилированной С государством И вот Твое Отношение К этому Такому К такой Позиции Твое Как священника Представителя Там Тоже Той же Большой Пусть Другой Другого Другого Как бы Другой Веты Христианства Но все равно Представитель Того же Духовного Большого Течения Христианства В самом начале Войны Архиепископ Евангелической Литеранской Церкви Россия Дитрих Брауэр Уехал Сначала В Турцию Потом Семья Приехал Германию Потому что Он Не мог Официально Для него Это была Красная Черта У него Было Много Компромиссов С властями Раньше Но это Была Красная Черта Которая Не мог Перейти И он Покинул Страну Просто Уехал Из страны Семьей Потому что Его Принуждали Тоже Подержать Публичную Войну В марте Был Круглый Стол Государственная Думья Где большинство Большинство Конфессии Большинство Поддержали И Естественно Принуждали Всех К участию В этом Столе Он Не смог Уехал Это Был Его Выбор Поэтому У каждого Человека Есть Какой-то Выбор У кого Есть Выбор Остаться И Не Сотрудничать Всегда Можно Сослаться На Болезнь Плохое Самочувствие Найти Миллион Причин Для того Чтобы Не подписывать Не участвовать Не приходить Я не могу Осудить Сейчас есть Такая популярная Тема Хорошие русские Плохие русские Вы уехали Вы остались Это ерунда Конечно Потому что Я жил в России В более Мягкие времена И Даже тогда Уже В общем-то Давление И влияние Государства Оно было На мысли Чрезмерным А сейчас Оно просто Является Невероятным И я понимаю Под каким давлением Живут люди Которые Сейчас там Остались Наверное Даже хуже Чем под совет В советские Времена Во многом Но есть Вариант Не сотрудничества Он был Всегда Он был Даже В времена Гитлеровской Окупации В Дании В Голландии В других Странах В самой Германии В самой Германии Когда Огромное количество Людей Отказывались Поддерживать Отказывались Сотрудничать Те Кого Принуждали Там Например Работа на Военных Объектах Ну вот В Дании В частности Это было Временная Нацистская Окупация Они просто Внезапно Разучивались Хорошо работать Они были раньше Хорошими работниками А стали плохими То есть Не докручивали Теряли Теряли Инструменты Опаздывали Со сроками И делали Все Для того Чтобы в конечном Итоге Германия Отказалась От датских Верфей И ремонтировала Свои подводные Лодки Корабли В других Местах Это была Форма Мирного Ненасильственного Сопротивления Я Сторонник Конечно же Ненасильственных Методов Во всем Я в этом смысле Пацифист Убежденный Пацифист И это Странно Потому что В данном Случа Я на стороне Украины Которые Тоже Воюют То есть Я пацифист Но я понимаю Что иногда Человек Оказывается В ситуации То есть Война Это зло Любое убийство Это убийство Человека Это травма И это Трагедия Не зря В ранней церкви Древней церкви Были такие правила Когда воинов Даже после Справедливой войны У них были Такие жесткие Правила На три года Отлучали от причастия Но это было Не наказание Скорее Это было время Такого Психологического Восстановления Мы понимали Что человек возвращается Травмирован глубоко Любой человек Возвращается С вами травмированным Война Это всегда зло Но иногда Чек оказывается В ситуации Когда бездействие Больше зло Это он вынужден То есть Это не то Что ему нравится Это не то Чем он наслаждается Но он вынужден Это делать В некоторых ситуациях Для того Чтобы спасать Слабых Женщин Детей И стариков Для того Чтобы защитить Свой дом Для того Чтобы просто Не допустить Еще большего зла Зло Остается злом Но иногда Мы оказываемся В ситуации Когда Бездействие Оказывается Еще более страшной Трагедии Приводит Более страшной Трагедии И в этом смысле Я будучи пацифистом Считаю 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 Что конечно Оборонительные Действия Они возможны Хотя Все равно Остаются Трагедией И травмой Так или иначе Но Если мы говорим О Агрессии О стороне Агрессии То конечно Я за Ненасильственные Любые действия Не сотрудничать Не выходить На митинги Брать больничные Не бояться Вот здесь Как раз Тот случай Когда Наверное Можно и солгать Потому что Это будет Ложь во благо Когда ты Берешь больничный Когда ты Сылаешься На какие-то Любые Другие Причины Которые Может быть Не являются Реальными Действительными Или Важными Но тем не менее Позволяют тебе Избавиться От того Чтобы Запятнать Себя кровью Ну пусть и Опосредованно Крови других Людей Можно уволиться С работы Найти другую Какую-то работу Если это связано С военно-промышленным Комплексом Или силовыми Структурами Или армией Вот это Такая моя позиция Что касается Того Почему Это происходит Почему Сейчас все Происходит Мой хороший друг Русский Такой религиозный Философ Ну не только Религиозный Доктор философских Наук Николай Николаевич Карпицкий Который сейчас Остался в Славянске Прифронтовом И он ведет Оттуда Дневник Я вам Советую Почитать Этот дневник Можно найти Легко его В благосфере Николай Карпицкий Дневник войны Он каждый день Практически Пишет Что происходит И свои размышления Как философ Он говорит Я должен был Остаться Для того Чтобы свидетельствовать Происходящее Для того Чтобы был человек Который может Написать Это И описать Достаточно глубоко Понимая Что происходит На самом деле И вот он Продолжает Писать Оттуда Свой дневник Прифронтового Славянская И он Как раз Говорит О Несколько Концепциях Одна из Концепций Это Некроимпериализм То есть Когда вот такая Империя Которая построена На культе смерти По сути дела А второе Это Мы в одном Интервью Пришли Ну то есть С ним У нас тоже была Подобная беседа Мы пришли К такому Выражению Которое является Конечно же Условно Безусловно Я не хочу Здесь Чтобы вы Подумали Что вы Совсем Совсем Бракобес Который Использует Такую терминологию Но тем не менее Мы назвали Это Этическим Сатанизмом Что это такое Это Когда добро Называют злом Зло Называют Добром То есть Такая Подмена Этическая То есть Этические Представления Подмена Сохраняется Внешняя форма Подменяется Содержание И Вот это То Чем Собственно Режим Московский Искушает Людей То есть Люди Не особо Изощренные В Внутренних Процессах Они могут Легко ошибиться Они могут Решить Что да Действительно Мы там Защищаем Мы там Что-то Делаем Мы там Боремся С этим С ЛГБТ Фашизмом Ну Все что угодно А на самом деле Внутренняя мотивация Она совершенно другая Она не исходит Из сострадания Она не исходит Из любви Она не исходит Из света Она основана На других Ложных На ложной Этической Подмене И вот Эта Этическая Подмена И она Является Причиной Того Что даже Вроде бы Религиозные Люди Которые должны Быть Как бы Наверное Рассознанными К таким Процессам Они Впадают В ускушение Кто-то Говорил о том Что книга Апокалипсис Это не книга О том Что будет А книга О том Что происходит Всегда И постоянно Вот мне кажется Что вот Эта вот Метафора Или история Про Антихриста Это как раз Тоже То что происходит Не будет происходить Когда-то В далеком будущем А то что происходит И сейчас И происходило Всегда Не зря апостол Павел В одном из своих посланий Писал о множестве Антихристов Что их много То есть Это вот Действительно Такой некий Скорее метафорический Процесс Который есть То есть процесс Когда что-то Отменяет Этические ценности Для того Чтобы соблазнить Даже верующих Ну что успешно Сейчас и происходит И вот люди Активно выступают За то Чтобы там Бомбить Города мирные Для того Чтобы захватывать Другие страны Исходя Вроде бы Внутренне По крайней мере На уровне риторики Они говорят Ну мы же хотим Принести им Русский мир Ценности Там Консервативный скреп И еще что-то А их там Если же не будет Захватят Ну это Это ложь Это абсолютно Ложное утверждение Которое Опять же говорю Что оно в своей Интенции Внутреннее Оно если покопаться Оно не основано На глубинном сострадании Вот если мы посмотрим На американцев Американских христиан Я участвую Сравниваю Сравнивают Вот например Духовные скрепы Например Да Российские Консерватизм Богословский Этический И американский Консерватизм В Америке Есть разные Конечно же Течения В христианстве Тоже есть Более прогрессивное Течение Которое Глубоко погружено Проблемы экологии Проблемы Гендерного Равноправия Проблемы другие Оно очень глубоко В это погружено И оно предлагает Определенное решение Есть оппонирующие им Консерваторы Ну там Условные Трамписты Оппонирующие им Консерваторы Но и те И те И другие Исходят В своих Установках И в деятельности Из примата Общественного блага То есть они пытаются Предложить то Что они уверены Свято И являются Благом Для большинства То есть их цель Принести свет И сострадание Даже если они Понимают это По разному И мы можем Не соглашаться Либо с теми Либо с другими Но здесь Я не вижу Этого Сострадания Я не вижу Вот этой Основы Сострадательной В том Что происходит И главное В том Чем это Мотивируется Поэтому Конечно же Для меня это Печаль Когда я вижу Что Ну знаешь Для меня радостью Является то Что много Священников Рядовых Много пасторов Которые Не подались Этому искушению Которые Действительно Продолжают Говорить правду Несмотря на то Что для некоторых Это чревато Прещениями А в ряде случаев Даже и уголовным Преследованием Но люди продолжают Говорить правду И это радует Потому что Есть еще одна Метафора Есть еще одна История Если ты помнишь Про Содом Это не история Про сексуальное Поведение Это история Про отношение К человеку Это история Про жестокость Это история Про ксенофобию Ну собственно Говоря История Содом Это история Про ксенофобию Это история Отношения К чужакам Это история Отношения К другому Это инструментализация Человека Вот если вот кто читал Библию, то он может с удивлением обнаружить, что есть две истории, которые параллельно протекают. Ну, то есть одна перетекает в другую. Одна – это история про визит трех ангелов к Аврааму. Вот та самая Троица Рублевская, которой не так давно было много дискуссий, да, можно ли ее передавать или нельзя. Авраам принимает и кланяется этим людям, как посланникам Божьим. Это были люди, у них не было ангелов, ну, не было крыльев смысле, да, они не были похожи на ангелов, они были посланниками. И это посланники, которых Авраам принимает как посланников от Бога. Он видит в них божественную искру, божественное присутствие, он им поклоняется, он их угощает, и они дают ему свое благословение. Ну, кто были эти Трои? Это были те самые ангелы, которые шли в Содом, чтобы объявить им приговор. Когда они приходят, с чем они сталкиваются? С попыткой эксплуатации. Ну, в данном случае сексуальной, но это не важно. Эксплуатации. И если мы посмотрим на еврейские толкования того, в чем состоял грех Содома, мы там не увидим ЛГБТ-тематики. Мы там увидим неправедный суд, жестокость к нас и к иноверцам, к пришельцам, к странникам, к чему угодно. То есть, огромный список грехов, но нет того, с чем все связывают этот город. История Содома – это история о ксенофобии. История Содома – это история о непринятии людей. Так вот, вот там был этот диалог знаменитый про 10 праведников. Я думаю, что вот те люди, которые сейчас в России говорят правду, это те самые 10 праведников, ради которых даже вот то, что случилось, оно возможно… Вот эти люди дадут надежду на будущее. Думаешь, наберется там 10? Я знаю 10. Я 10 знаю лично. Вот общаюсь с ними. Поэтому шансы есть. Но 10 точно есть. Ну, посмотрим. Душа, вот знаешь, ты вот коснулся эта тема – искушение. Она действительно очень важна. Причем в разных абсолютно духовных традициях, там, в буддизме тоже очень важна эта тема – искушение. Искушение Марой, Будды Марой. И вот, собственно, в той притче, в той истории, что для меня лично важно, такой момент, что, ну, как бы было основное искушение, вот такое пиковое, можно сказать так, да. В общем-то, как вот у Христа было свое искушение, да, когда он 40 дней там находился в своем посте в пустыне. А и у Будды, вот, собственно, в его, собственно, переживание вот этого его пикового пробуждения, к нему на этом пике тоже явился этот демон-искуситель Мара. Искушал его примерно тем же, чем Христа искушал делу. И Будда, значит, утверждая тем, что я вижу тебя, Мара, распознавая его, вот его эти, его обман, он, собственно, не поддался. Но что мне важно как раз в этой истории самой, что, ну, если мы там читаем дальнейшие сутры, то это Мара потом являлся Будде на протяжении всей жизни, так или иначе, под разными обличиями, стараясь его обмануть. И вот как раз он повторял одну и ту же фразу, то есть под каким бы обличием Мара не являлся, он там с ним сначала начинал говорить, а потом он говорит, я вижу тебя, Мара. И то, значит, там иногда он сам даже, ох, он меня увидел и исчезал, растворялся. И самый последний раз он пришел к нему буквально уже там перед смертью. И, то есть, о чем меня учит эта история, притча о том, что, ну, мы не можем избавиться от каких-то вот этих вот там внутренних или внешних голосов, искушений, да, которые нас цепляют, которые нас ослепляют, стараются, точнее, ослепить, стараются. И наша практика как раз стоит в том, чтобы распознавать это, когда это является. И вот здесь мой вопрос, твоего мнения, хотел бы твое мнение услышать. Ну, вот есть этот моральный компас, как ты его обозначил, есть сострадание, есть доброта, просто дружественность, дружелюбие, любовь. Можно разными словами-то описывать. Ну, или вот этот, хотя бы золотой принцип этики не делать другому, это чего не хочешь себе. И это, эти, как бы, вот то, куда указывает эта стрелочка компаса, в принципе, это описано в течение тысячи тысяч лет уже в разных культурах. Там, может быть, разными словами, разными языками, но более-менее про одно и то же, действительно. Вот это понятно, куда указывает этот компас. Тем не менее, людей, получается, можно сбить с этого пути. Даже если они, у них это как, в принципе, там лозунгами везде написано об этих, эти нужные слова. Вот приходит нечто, некто, некий искуситель, который их чем-то закрывает, там, глаза, что-то закрывает, это внутреннее зрение, это этическое зрение, и куда-то их сбивает. Вот чем же, как бы, ну, просто как бы, чтобы сбить с вот этого пути истинного, ну, какого-то глубинного, ну, важно ведь что-то такое достаточно значимое. Вот как ты считаешь, чем этот дьявол, ну, говоря таким языком, да, метафорически, он покупает этих людей, сбивает их, что там работает, вот как ты видишь это? Знаешь, мне кажется, что здесь, опять же, у апостола Павла есть такая фраза, вас постигло искушение не иное, как человеческое. Вот, мне кажется, что здесь как раз произошло вот то самое человеческое искушение величия без усилий. Вот, вот, чем искусил, собственно говоря, Мара россиян, многих, некоторых, не всех, но многих, это тем, что вы можете быть великими, великой культурой, великой нацией, которую все должны слушаться, все должны уважать и так далее, без усилий с вашей стороны. То есть, был бы тоже такие, какие есть, вы уже великие. В принципе, если мы помним, в Германии было похожее искушение, в Италии было похожее искушение раньше. То есть, величие без усилий. То есть, тебе не нужно меняться, тебе не нужно развиваться. Вот ты вот сидишь там где-нибудь, пьешь пиво, ну ты все великий. Потому что, родился в этой стране, у тебя есть нефть, ядерное оружие. Да, у тебя есть нефть, ядерное оружие, и ты поэтому уже великий. Это... Пушкин есть еще у меня. Есть еще Пушкин, но кто его там читал, в школе когда-то мы читали, да, Пушкин, кто его там знает, этого Пушкина. И вообще он какой-то странный был, кучерявый. А вот мы, мужики, всем покажем. И вот, собственно говоря, главный грех власти заключается в том, что вместо стимулирования развития общества и человека, то есть общество должно стимулировать индивиды развиваться какими-то стимулами различными. То есть вот если я приезжаю куда-нибудь в Америку, страна свободного предпринимательства, если ты хочешь достичь какого-то успеха, ты начинаешь какой-то маленький бизнес, на трак садишься и вольно-наемным водителем зарабатываешь свои 10 тысяч долларов в месяц, ты уже чувствуешь себя, что ты уважаемый член общества, который сделает какой-то вклад. Ну ты развиваешься все равно, ты что-то делаешь. Потом ты покупаешь два трака, три трака, изучаешь как бизнес-администрирование, у тебя появляется фирма. Ну в других странах по-разному, везде есть какие-то свои мотиваторы. А здесь получается, что государство опирается на, ну такое, люмпинизация происходит в некоторой политике. То есть государство опирается на люмпинов и делает люмпинов идеалом общественным. Ну то есть такой идеальный гражданин, по сути дела, люмпин. И это насаждалось долгое время. Мы это видели и там в сериалах, и в фильмах, и много книжки эти про попаданцев знаменитые, да, которые, как многие считают, серьезным образом повлияли на формирование определенных настроений в людей и в обществе. Ну такие простые вещи. Что такое попаданцы, скажи, пожалуйста. Такая фэнтези-литература, где обычно какой-нибудь такой простой русский десантник попадает в прошлое и может изменить будущее, там убив Бандера, убив Гитлера, там поддержав Сталина или еще что-то вот в этом роде. Обычно вот такой вот дискурс идет, попадание в недалекое прошлое и там, естественно, ты можешь всех спасти, вот там убив там прадедушку, там, не знаю, Ющенко или Зеленского, чтобы не случился Майдан в будущем. Ну что-то вот такие вот странные вещи, это популярная литература. Есть еще более заковыристые, на самом деле гораздо более заковыристые сюжеты, очень странные, но они популярны в среде такой невзыскательной публики, это такая бульварная литература. Можно я вот этот маленький, естественно, такой внедрюсь сюда, это же не от правительства, не от власти идет, это вот люди сами создают такую вот, например, литературу, вот конкретно про этих попаданцев. А это уже вот следующее, во-первых, мы не знаем, ну, если там какие-то заказы, да, но есть телевидение, которое вот стопроцентно формируется властью, вот телевидение 100%, и сериалы покупаются тоже не любые, да, то есть вряд ли гостелевидение, сейчас все более-менее государственные, купит там какой-нибудь сериал про Навального, да, вот маловероятно, если только это не будет там разоблачение Навального как агента Госдепа очередной раз. И вот это все формирует определенное мышление, вот эти вещи, они и привели в конечном итоге к тому, что, ну, я не вот скажу, что большинство, но я думаю, что активно все-таки войну поддерживают на не более третье общество, ну, мне так кажется, по крайней мере, может быть, даже меньше третье. Большинство просто умеренно пассивны, пытаются как-то выживать в этой ситуации, по крайней мере, это по моим таким полевым наблюдениям за теми людьми, с кем я общаюсь, своими одноклассниками, там, с другими какими-то людьми, то есть очень маленькое количество людей поддерживает. Но, тем не менее, вот власть использует вот такую вот интенсию, то есть направление не на развитие, а на архаизацию и деградацию. Вот мы любим часто, знаешь, упоминать разные эти модели вертикального развития красивые, там, интегральная модель, спиральная динамика, еще что-то. И вот, если пользоваться этими метафорами, то я, например, в последние годы, это не случилось ни 24 февраля, я это вижу, ну, там, еще до 2014 года начал наблюдать, когда вот большая страна, которая уверенно двигалась в сторону более включающих, более сострадательных моделей мышления, там, через рациональное к плюралистическому, по крайней мере, уже приближалась к своему, там, ну, среде образованной городской интеллигенции. То есть, там, оранжево-зеленый, если мы говорим терминами спиральной динамики, или, там, рационально-плюралистическими, там, другими. Вдруг, внезапно, за какие-то считанные годы улетело куда-то в сторону какой-то хтони, такой, во-первых, родоплеменное мышление, вот это вот русский мир, да, агрессия по отношению к окружающим людям, к окружающим народам. И вот эта вот сама агрессивная риторика, мы против всех, вот эта осажденная крепость, мы против Ростленного Запада, против Гейропы. Это происходило за считанные годы, то есть, ведь еще, там, в 2012 году все мечтали взаимодействовать с Россией, мечтали дружить. Я помню, как в Латвию, когда на новую волну приезжали российские олигархи, то по случаю прикупали, там, жилой комплекс, или, там, заводик какой-то покупали, просто между делом. И это всем нравилось, то есть, все хотели заработать, взаимодействовать, бизнес какой-то делать с Россией, еще в 2012 году. И потом случается вот 2014 год, начало войны, я считаю, что война началась не 24 февраля, а в 2014 году, а 24 февраля началась вторая стадия полномасштабного вторжения, но началась она еще тогда, в Донбассе и в Крыму. И вот начинается война, и вдруг вот все летит, то есть, очень быстро, то есть, вот эта деградация, археизация, упрощение мышления. Ну, а когда это все началось, было понятно, что нужно говорить не о том, будет ли война, а когда она будет, большая война. Ну, вот она случилась. Да. Знаешь, вот то, что я сказал, мне кажется, это очень важно и точно. Ну, вот что поддерживает государство, как, ну, вот, либо развитие, либо вот это, ну, какое-то... Упрощение. Упрощение, да. Да, и вот, да, и я тут, ну, понятно, что я всегда как-то часто возвращаюсь ко всей этой буддистской истории, потому что это какой-то мой путь, и я через него во многом смотрю на жизнь, через призму этого учения. И вот, собственно, ну, в то время, когда жил Будда, на той же территории развивалась, в общем-то, вот эта кастовая система. И она была такая, очень жестко детерминирована. Четыре эти варны, четыре эти касты, между которыми невозможно было никак переходить ни туда, ни сюда. То есть, там, как бы, в этой мифологии какой-то, как, карьерный рост, карьерный лифт мог быть только между жизнями. Если ты хорошо выполнял свои какие-то должностные обязательства в этой варне, в этой касте при нынешней жизни, то, глядишь, в следующую жизнь ты перейдешь в следующую, в лучшую. Вот. Но были, соответственно, две высшие касты, кшатры, то есть, воины, цари, вот все, вот эта администрация вся, и жрецы. И вот жрецы считались самими-самыми-самыми-самыми-самыми-самыми благородно рожденными. То есть, вот это благородный, благородный, собственно, тот, у кого благое рождение. То есть, кто уже родился, ты уже такой, как есть, ты уже элита. Тебе ничего, как бы, по сути, делать не надо. Понятно, что там общество так устроено, что если уж ты там действительно родился, то тебя будут воспитывать вот так, как ты должен быть воспитан. Но сама эта позиция по умолчанию, я уже благородный, и мне, как бы, по сути, мне уже ничего не надо делать. Мне надо вот как-то быть этим. Вот, и то, что противопоставил этому Буду, что, как бы, собрав вот такое сообщество очень разнообразных людей, то есть, он приглашал кого угодно туда, то есть, принимал даже, как ни ужасно, женщин, до конца, после некоторого сопротивления, что он вот эту вот позицию этого благородства, вот то, что называлось ария, ария благородной, собственно, он ее поставил в контекст развития, что благородно мы не рождаемся, а становимся как раз с помощью, ну, конкретной практики, конкретных действий, конкретного направления внимания, вот, собственно, с помощью вот этого восьмеричного пути, то есть, как раз интегрального выстраивания всей своей жизни определенным образом, и это, в первую очередь, этическая система как раз, то есть, отлаживание, вот это отстраивание своих вот этих вот внутренних компасов, компаса этого внутреннего, в нужную сторону направления. Вот, и, соответственно, эта идея, мне кажется, она очень важна как раз, либо, если мы говорим там о власти какой бы то ни было, духовной власти, светской власти, то вопрос, к чему она направляет тех людей, которые смотрят на нее, так или иначе, то есть, и люди, которые, ну, власть – это не только сила, власть – это, ну, вот, физическая сила, какие-то ограничения, там, правила и насилие. Власть – это еще и действительно власть идей, куда они направляются, куда они направляются. Вот, вот ты сказал, что кажется, что хуже, чем в Советском Союзе, ну, при всей репрессивности советской системы и всей моей, там, ненависти к этой системе, как к системе подавления человека, но там было хотя бы, там была идея какого-то движения, там была прогрессивная идея. И, как бы, хотя бы двигаясь в ней, можно было идти в это развитие. А сейчас этого нет, действительно, в России этого нет, вообще нет. Куда мы движемся, есть ли там какое-то будущее вообще, заложено ли вот в этих скрепах во всех. И вот это действительно какой-то такой стагнация в этом. Такой общественный ретро-футуризм такой, да, то есть будущее с домостроем, там, бородами и ванчаем вместо Кока-Колы. Да. Следующий диплантик. Такой стип-панк, такой, да, да, вот такой стип-панк только особого вида, да, получается. Ну, это проблема, и, мне кажется, я все-таки надеюсь, пока еще надеюсь, я сохраняю такой оптимизм некоторый внутренний, что это, что это некая такая флуктуация на пути, потому что все-таки я видел, что Россия развивалась, развивалась, у нее были все шансы. Слушай, ну, это была страна, которая, вот, которая Алису родила, в конце концов, да, это лучший, на мой взгляд, голосовой помощник, который вообще существует, то есть он лучше Apple-овского и Google-овского и какого угодно. Это страна, которая родила собственную поисковую систему с огромным, опять же, экосистемой, ну, то есть я про Яндекс. Это страна талантливых ученых, талантливых программистов. Это, если мы, ну, знаешь, это вот как христианство, мы христианство ведь оцениваем не по условному торквемаде, а по франциско-ассийскому, ну, то есть по достижениям, по пиковым каким-то проявлениям. Вот если мы культуру оцениваем не по, там, роми-желудью, да, а по высшим проявлениям, то это ведь тоже страна высокой культуры, то есть огромный. Ну, и даже не только страна, это, скорее, такой архипелаг, потому что, ну, я, например, ну, Михаил Барышников, вот он рижанин до мозга костей, ну, это великий представитель русской культуры, все равно, тем не менее, да, потому что он русский, он русскоговорящий рижанин, который является гениальным танцором нашего времени. Там Чулпан Хаматова, который живет сейчас в Риге, ну, это гениально. Слушай, вообще сейчас в Европе, по-моему, русская культура больше стала, чем было до войны, потому что все уехали и все теперь гастролируют, и вот Гребенщиков три раза в году в Латвии бывает теперь, а тот, а раньше там его и раз в году-то мы не видели, и если видели, то билетов было не достать. А сейчас тоже билетов нету, ну, по крайней мере, он чаще приезжает, и другие. То есть, да, мне кажется, что будущее есть, и будущее возможно. Каким оно будет, посмотрим, и ясно, что оно должно быть другим. Мы, к сожалению, будем вынуждены проходить теперь после того, что случилось, и деноцификацию, и деколонизацию, и люстрации, возможно. Ну, я не вижу в этом ничего плохого, потому что и деноцификация, и деколонизация, это не, опять же, те страшилки, которые пропаганда нам пытается внушить, ну, что там, деколонизация, это распад России. Ну, это не обязательно распад, это переосмысление. Деколонизация, это прежде всего то, что в голове происходит. Это то, как мы переосмысляем свои взаимоотношения внутри страны, внутри пространства, между народами, между культурами, между субъектами, между республиками. Возможно, это будет новый федеральный договор, это тоже будет форма деколонизации. Главное понять о том, что сдавать лица славянской национальности, это недопустимо в цивилизованном обществе квартиры, да, когда вот в Москве мы понимаем, что люди, приезжая из Бурятии, не могут снять квартиру, потому что их сдают только лицам славянской национальности. Вот Америка сейчас преодолевает системный расизм, мы тоже будем этот системный расизм, системный колониализм преодолевать. Будем преодолевать имперский шовинизм, чтобы воспринимать окружающие страны как равные субъекты, не как бывшие колонии, не как какие-то вот там национальные окраины, а как действительно суверенные страны с особым путем развития, которые ничуть не меньше, ничуть не хуже, ничуть не другие, они просто особенные, и эту особенность нужно научиться уважать. Ну опять же вещь, когда мы говорим «мы», мне уже пересложно сказать, кто «мы», потому что у меня вся семья уже граждане Латвии, и я так себя постепенно как-то уже тоже отстраняю. Ну так или иначе, это моя родина, я буду с ней связан, по крайней мере, в памяти, в истории всегда, и я бы очень хотел, чтобы россияне, они вот это все прожили, и вот мы, живя здесь, в Европе, смогли бы все-таки когда-то снова начать тот диалог, который, ну на мой взгляд, прекрасно проходил, ну как минимум до 2006-го, до 2008-го года. Там потом уже начались эти вот авторитарные тенденции, слишком сильно явно стали заметны, но до 2006-го года, как минимум до 2008-го, диалог между Европой и Россией проходил, и он был взаимобогащающим. Возможно, это будет, но это будет очень нескоро, я надеюсь, до этого дожить. Постараюсь заниматься здоровым образом жизни, вести здоровый образ жизни, для того, чтобы дожить до этого времени. Ну а сегодня мы должны, конечно, больше думать не об этом, мы должны думать о том, как нам восстановить войну, освободить Украину и всем миром, всей Европой, всей Америкой, латинской и северной, и помочь восстановить экономику, и то, что разрушено было. И вот для меня, как для человека, который вырос и родился в России, для меня вот сейчас, сегодня является важным, важнейшим, наверное, задачей, это принять участие в том, чтобы вред, который моя страна нанесла, каким-то образом компенсировать. Сейчас я это компенсирую через помощь беженцам, когда война закончится, надеюсь, победой Украины. Я прямо говорю, что мы будем готовы, я буду постараться помогать, чем могу в восстановлении, в восстановлении церквей, в восстановлении страны, буду помогать и средствами, и аккумулировать каким-то образом их. И, конечно же, мы будем пытаться помогать и духовно, для того, чтобы преодолевать те последствия. В конце концов мы, как преподаватели созерцания, медитации, практики осознанности, можем очень хорошо помочь в преодолении последствий посттравматического стрессового расстройства и других проблем, которые сегодня коснулись большинства, наверное, жителей Украины, и, в общем-то, по вине России, по вине той страны, в которой мы с тобой когда-то родились. Пусть и не живем давно, уже много лет там, но, тем не менее, где-то все равно ментально связаны. Поэтому, что будет с Россией, посмотрим через 20-30 лет. А вот то, что будет с Украиной, это для нас вопрос ближайшего будущего, и мне представляется, что и духовные люди, и осознанные люди должны сейчас концентрироваться на этом. Это самое главное. Вот сможем ли мы, живя в Европе, добиться того, чтобы Европа продолжила поддерживать, а второе, сможем ли мы внести свой вклад вот в эту поддержку, восстановление Украины после войны. То есть, я уже думаю всегда о будущем немножко, чуть-чуть. Я думаю о том, каким оно будет. Формирую некоторые модели. И вот для меня важно найти свое место в восстановлении будущей Украины. Спасибо, Павел. У меня вообще обычно так, я тоже по этому сценарию своему, у меня вот начало такое, уже наработанное более-менее, и завершение. Я обычно спрашиваю, вот что бы ты, ну, моих собеседников, что бы они хотели пожелать людям, которые слушают, мне кажется, ты уже вот только что все сказал, куда важно направлять внимание сейчас и дальше. Знаешь, для меня, как для христианина, всегда важно быть на стороне жертвы, а не насильника. Вот я всегда стараюсь вставать на сторону жертвы, а не насильника. Сегодня насильник очевиден. То есть, не существует и нет никаких аргументов, хотя я знаю, даже некоторые медитирующие люди пытаются вставать на эту сторону. По крайней мере, я знаю таких, и удивляюсь этому, да, но есть такие люди, да, вроде бы осознанные, медитирующие, коучи, психологи, которые встают на сторону насильника в этой ситуации. Но для меня всегда важно вставать на сторону той страны, которая сегодня страдает. И принести ей свою любовь, свое сострадание, свое служение, свою любящую доброту. Эти термины, которые известны, наверное, всем буддизмам, являются основой и христианских ценностей тоже. Потому что Иисус золотое правило, наверное, впервые сформулировал не в негативном, а в позитивном смысле. Как вы желаете, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Не только то, чего вы не желаете, а чего вы желаете. Вот я в этом смысле, знаешь, есть мета-медитация. То, чего ты желаешь себе, ты желаешь и другим людям. Вот эта позиция для меня является чрезвычайно важной. И если я хочу, чтобы над моим домом, где я живу в Латвии, было мирное небо, я этого же желаю украинцам. Если я хочу, чтобы мои дети были счастливы и свободно развивались, я этого же желаю украинцам. Но желать только мало, это хорошее весь желание. Но сама по себе интенция, сформированная интенция всегда должна приводить к каким-то действиям. Поэтому, что мы можем сделать, и чего я могу пожелать, я могу пожелать, чтобы мы подумали о том, какой вклад маленький, небольшой, чуточный, мы можем внести своим словом, своим действием, своим эфиром, своими разговорами, своим слушанием другого человека в то, чтобы раны войны как можно скорее были исцелены. Я думаю, здесь может каждый из нас внести какой-то свой вклад. А если мы сможем, то мир станет лучше благодаря этому. Спасибо, Павел. Спасибо тебе за мудрость, за такое послание. Очень, кстати, верная формулировка, что не только не желать другим, чего не хочешь себе, но еще желать им активно желать того, чего хочешь себе. Это такая активная позиция. И сильно то, что мы делаем вместе, в общем-то, об этом же. Послушай, еще вот, ну, ты назвал какие-то организации помощи беженцам, да? Вот вообще, может быть, куда ты включен? И вот люди у нас, ну, у меня пусть не какая-то огромная аудитория, но люди слушают, они в разных участках мира находятся. Единственное, что их объединяет, это знание русского языка, вот. А так вообще это люди где угодно могут жить, услышать это. И могут ли они чем-то поддержать, помочь, там, те проекты, где ты участвуешь, в общем, вот скажи, или, не знаю, наоборот, узнать что-то, прочитать, там, что-то ты бы хотел, какие ссылки я могу дать. Смотри, есть такая сеть Rubicus, это неформальная сеть волонтеров в России. Кто в России находится, просто поддержите их. Это люди, которые помогают мариупольцам и донщанам выезжать в Европу. Я знаю несколько всего человек, вот, наверное, один из наиболее таких медийных, это вот в Фейсбуке есть такая Мария Майофис, вот, она ее можно найти в Фейсбуке, она не скрывает, по крайней мере, своей принадлежности. Некоторые скрывают, потому что это, может быть, не чревато какими-то последствиями по работе, либо где-то еще. Я рекомендую посмотреть на деятельность в России епископа Григория Михнового и Тенка. Это епископ альтернативный, не патриархийный православной церкви, апостольской православной церкви, который очень много делает сейчас для того, чтобы помочь беженцам и вывезти их в Эстонию. У него есть счет открытый, это счет общины религиозной, куда можно без опаски перечислять деньги, абсолютно это все легально, официально и безопасно. И сейчас, насколько мне известно, по-моему, мемориал, или нет, Сахаровский центр, его там включил номинантом в награду, как вот именно за поддержку людей, за благотворительность и так далее. Сахаровский центр, по-моему, да, сейчас, мемориал запрещен. В Латвии, ну вот мы сейчас занимаемся помощью мариупольцам. Если кто-то хочет поддержать, потому что у нас там уходит крупная сумма денег, там до 1000 евро каждую неделю только на супы, на еду, на какие-то вещи, а где более сейчас размещение требуется, потому что сократилось количество бесплатных билетов на летний период на паром, и люди, бывает, можно просто переночевать. В принципе, эта волна, она закончится через несколько месяцев, но пока, конечно, мы сейчас прям бьемся. Понимаешь, вот раньше было 150 мест бесплатных, а сейчас дают только 30, а люди едут. И вот те, кто едут через Рубикус, там еще более-менее нормально, потому что Рубикус знают это, и они регистрируют на конкретные даты, и, соответственно, человека переправляют под эту дату, то есть он переезжает к границу и знает, что он под эту дату где-то примерно прибудет в Лейпаю на паром, потому что они заранее все-то, у них все, сеть выстроена, они там все регистрируют, как надо и так далее. А есть люди, которые самостоятельно едут. У нас приезжали на пробитых пулями в этих ладах, понимаешь, стареньких. И мы их просто заправляли. И они приезжают, им говорят, вот ближайшая квота 24 июля. Вот я вот сейчас был, в субботу я был, нет, в пятницу был, прошлую. И там приехала семья, семья, а вот ближайшая квота 24 июля. Вот куда их? Вот мы ищем там хостел, а сейчас сезон, сейчас все забито. Ну, то есть туристы из Литвы, там просто огромное количество. И вот, в общем, целая большая проблема, вот сейчас как их размещать, куда их и так далее. Ну, думаем об этом и все это решаем, конечно. Нам просто разрешают даже порт местный. Просто мы там берем эти надувные матрасы и прямо на полу они лежат. Там дают комнату какую-нибудь, просто матрасы выкладываем, они просто там какое-то время ночуют, вот моются в служебном душе и потом уезжают. Ну, так. И очень обидно, жалко людей, конечно, когда слушаешь их истории. У нас там даже работают беженцы. Одна волонтерка из Бучи, которая всю оккупацию просидела на даче где-то там у подруги. Там без света, без воды, без еды. Толком. Одна из Мариуполя, у которой мама до сих пор еще не может выехать, потому что к пенсионерам, когда они выезжают, у них отбирают квартиры. И отдают там военным. Вот она боится потерять квартиру и до сих пор в Мариуполе сидит. Вот. И остальные русские, вот как раз те самые, вот как я. Такие же. То есть мы не могли поверить, что это вообще может быть. И наша страна, с которой наша родина историческая, но они латвийцы, могла такое совершить. И вот мы поэтому пошли служить, чтобы послушать людей. Когда мы послушали, мы поняли, что мы уже не можем прекратить эту работу. Вот так. Мы говорили. Если вы хотите поддержать, то я думаю, вот Валерий даст просто какие-то ссылки. Все, что ты мне пришлюшь. Да, есть просто PayPal. Да, есть PayPal очень простой. Да, есть счета в Европе, конечно же, кто в Европе находится. Мы будем просто очень рады, если вы поддержите. Или просто найдите в своей стране организацию, которая занимается приемом беженцев. И поддержите ее. И не только обязательно деньгами. Это не главные деньги. Вот если вы, например, в Латвии, вы можете прийти на автовокзал и предложить свою помощь волонтерскому пункту организации Young Folks. Если вы в Лейпайе, вот поддержите нашу группу, которую мы поддерживаем. В вашем городе тоже наверняка есть группа, для которых вопрос стоит не только в финансах, но и в руках. То есть нужны люди, которые будут просто дежурить, которые будут принимать, которые будут помогать, которые будут супчик разливать. Вот это все люди. И это то, что вы можете сделать, даже если у вас нет каких-то финансовых ресурсов. И это может стать тоже вашей духовной практикой. И медитативной, и молитвенной. Есть такой лозунг, братство, членом которого я являюсь, Бенедиктинского. Ора от лабора. Молись и трудись. И вот как раз, когда оно вместе соединяется, труд и молитва, это прекрасная духовная практика. Если вы с молитвенным настроением или медитативным настроением разливаете суп и состраданием даете его в руки человеку, то вы будете меняться. И вы видите, как мир вокруг вас тоже изменится. Спасибо, Павел. Большое тебе спасибо. Тебе нам очень вдохновляюще. И глубоко. Спасибо тебе. Ну и очень рад был тебя видеть. Просто даже так подружески. Взаимно. Взаимно. Ладно. Хорошо. Ладно. Давай все. Спасибо тебе. Я как все сделаю, тебе пришло там. А ты мне посылай ссылки. А я сейчас тебе пришлю все ссылки. Все. Давай. Счастливо. 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 Счастливо.